Ведь неплохие центры и тот же самый Джавай здорово играет и его коллеги, в частности имею я ввиду и Алексея Саврасенко, который начинал этот поединок. Ну а мы с вами наблюдаем за второй четвертью матча между Казанским Униксом и Сталичным ЦСКА. И начинается все с фола, который Петр Самойленко в отношении Андрея Кириленко допустил. Ну в данном случае, конечно, я бы задал небольшой, повесил бы вопросик над паркетом. Все-таки ничего такого не делал Самойленко, за что можно было бы наказывать. Ну локотком придержал бы потолкаться с Кириленко, все время в контактном баскетболе может такие фолы раздавать в каждой атаке. ЦСКА между тем начинает точным броском и 22.17 по подборам. Все время держат режиссеры Литовские этот показатель. Теодосич первое персональное замечание. Ну и понятно, что доиграет. На движение увести мяч намеревался у своего соперника. Не получилось. Джаваи. Мог бы и забить, кстати говоря. И вроде правильно по технике исполнял. Не донес до кольца. Шевкаловская соприветствует с особой теплотой собравшийся. Рамунас, может быть, не так много отыграл. И здесь прекрасная передача. Теодосича на из-за спи, врывающегося в трехсекундную зону Дарью Шалу Лавриновича. Проворонил его Маккарти. Смотрел на мяч. Только его держал в поле зрения. Ну и, соответственно, упустил большого игрока армейского клуба. Сам же Маккарти атакует издалека. И здесь у него не получилось. Но Джаваи. И что? Джаваи, казалось бы, забрал подбор. Но подарил мяч армейцам. Из-за, ну, может быть, некоторой неповоротливости. Есть у него такой баскетбольный грех. Вот смотрите, каунт примерно такого же роста. А в объемах, наверное, раза в два меньше. Причем и речь не идет о мускулатуре, о некоторых других субстанциях. Но, впрочем, это все помогает, масса помогает его бороться под щитом. Сейчас вот не дал себя обыграть Александру Кауну. И Саша поднимает руку. А вот не четыре ли у него фала было? Нет, у Иковенко четыре. Прошу прощения, двух молодых центровых я поменял местами и клубами. И очень здорово там кто-то из казанцев поставил спину Кириленко. Отодвинув он на безопасное расстояние от кольца. А то был бы подбор у Андрея. Руки у него быстрые, длинные. Прыжок высокий. Командные фалы 2-1 у ЦСКА. В этой четверти сыграли только две минуты. Коллективы Шишкаускас нарушает правила во второй раз за этот матч. Остановил он в проходе Тайра Лалайдея. Поставил ему такой своеобразный шлагбаум. Но установка незаконных шлагбаумов в баскетболе карается персональным замечанием. Самойленко в углу нашел Владимира Веременко. А тот, имея хороший бросок, готов был к тому, чтобы попасть. Чуть-чуть не повезло. Вот Теодосич. Шишкаускас. Домерканта обыграл. Где-то пробежав у него подмышкой борьба за мяч. Который в итоге достается Генре Домерканту. Кстати, не так много он на площадке времени провел. Неаккуратная передача Самойленко на Веременко. И мяч достается Теодосичу. В итоге Кириленко, от чьей ноги за пределы поля ускакал мяч. Петра Самойленко нам показывает. Сейчас еще раз с вами убедимся, так это или нет. Просто Самойленко выбил на видение у Кириленко мяч. И 19 секунд на атаку у ЦСКА осталось. То есть время не обновляется. Время положено на атаку. 24 секунды. Шишкаускас издалека. В ближнюю дужку. Сам же забирает. Сам же атакует. Второй раз тоже не попал. Свисток как-то нарушал. Не Алексей Лисоврасенко. Он недоумевает. Стал быть, ему и фолк. Домеркант. Домеркант. Третье персональное замечание. И пока что Генри... Ну, мы уже говорили, что работает он по Кириленко. Своеобразный произошел размен. Не знаю, полезный для какого клуба в большей степени. Андрей тоже не забил много. Три очка. Всего первый или второй бросок в этом матче. Авторству Кириленко принадлежит. И бросок этот был точным. Но в результате Андрей только два подбора и три передачи имеет на своем счету и более ничего. И можно сказать, что это успех. Успех Евгения Пашутина. Здорово Каун сыграл. Показалось мне, что от рук Александра мяч за пределы поля отправился. Однако нет. Коснулся он еще и кого-то из казанцев. Потери. 10-10. 10-3. Здесь в аккуратности ЦСКА, конечно, соперников опережает намного. 46-37. Вот пока мы рассуждали на эти почти отвлеченные темы. ЦСКА сделал рывок и приблизил разницу в счете у Кауна 4-й фолл. К 9-ти, к 10-ти очков, или даже почти отметки. Проиграл. Проиграл. Выбили мяч у него из рук. И расстроился Александр Каун. Тут же хотел исправить собственную ошибку. Ничего хорошего зато не получилось. Дмитрий Соколов виднеется там на площадной оскамеечке. Ну, а у Никса вышел Грир. С именем которого связаны отчасти успехи во второй четверти. Больно за Лихватские ему выдавались броски и проходы. Домерканц. Домерканц сейчас против Лавриновича. Высоком броске атакует. Не забил. Саврасенко боролся за подбор. Кто-то-то нарушил правила. Видимо, Алексей и спалил. Домерканц у четвертой фулла. За что? Ну, выбросил он мяч. Больше я его в деле и не видел. Может быть, действительно там где-то боролся за позицию. За пределами растров телекамеры. Лавринович. Кириленко. Скидочка. Ну и Лавринович. У него хороший стандарт для броска. Отобрал Келли Маккарти мяч Алексей Саврасенко. Хотя в одной форме и тот и другой выступает сегодняшняя встреча с Абрасенко. Ставит заслон Гриру. Ну и напрасно, конечно. Он атакует. Леша из... С линии штрафных-то не всегда легко забивать. А сейчас отважился на средний бросок. Причем с приличной дистанцией. Метов, наверное, с пяти. Но таких немотивированных атак у них себе позволить в этом матче не может вообще. Шевт. Получите. Первый раз за эту встречу. Преимущество одной из команд увеличивается до 10 и более очков. 48-37. Ну и как всегда. Решающий четверт. Понятно. Саврасенко не забил. Хотя обязан был. Два эпизода в атаке не очень с лучшей стороны характеризуют его сегодняшнюю готовность. Грир получает третий фол. Очень ловко убрал швед мяч от него под дальнюю руку. И тянулся. Грир не дотянулся. Яковенко выходит. Может быть, вот с этим могут связывать надежды Казанца на то, чтобы более стабильно в защите команда играла. Передача в угол. Там Лавринович, Кириленко. И два мяч не потерял. Хорстич закрыл его. Причем только что вышедший Яковенко. Взял на излете. Или вернее на взлете. Грир решил сам. И знаете, забил. Тяжелейший, красивейший проход в левую сторону. При всем том, что он владеет правой рукой обычно в лучшей степени. 48-39. 9 очков преимущества ЦСКА. Но все равно это рывок. Все равно армейцам, во-первых, удался. Безголевой такой сюжет. В начале третьей четверти. 8-0 полурезультат. И смотрите, по подборам уже не так велико преимущество казанской команды 25-22. В остальном армейцы улучшили показатели по средним атакам. Здесь он за 40% выбрался за счет начала четверти. Когда аккуратно очень пользовались собственными шансами. И в особенности в трехсекундной зоне армейцы. Два больших. ЦСКА. Ненат Крстич и Дарьев Лавринович. Досталось им работы и тому, и другому. И мелко лично Алексею. Покойненько сидит. Такое ощущение, что для него мать рядовой. Хотя на кону один из значимых трофей для российских команд. Значимых луков трофей. Алексей Швед. Ран, как и Андрей Кириленко. Ран, как и Александр Каун и Андрей Воронцевич. По всей видимости, если, конечно, удастся пробиться, поедут на Олимпийские игры. Но сначала им придется для этого очень сильно постараться. Красота. 4.44 до окончания третьей четверти. Девятиочковое преимущество ЦСКА. Теодосич получает мяч. Слегка притормаживает. Жена Алексея Шведа. Алексей абсолютно расслаблен. С одной стороны, хорошее качество, признаться. Отвратная передача. В трехсекундную зону Лавринович посчитал, что его замыслу помешали. Ну, а орбиты решили, что мяч просто выскользнул у него из рук. Словно намазанная какой-то скользкой субстанцией. Вроде было. Домеркант. Домеркант от Андрея Кириленко отклеился. И теперь совершает плавание в одиночку. Но пока заброшен, как заброшен, не прибавит. Можно играть. До поры до времени. И Келли Маккарти вылавливал мяч из-за лицевой линии. Швед. Теодосич расположился в трехсекундной зоне. Лавринович на Теодосича. Тот умнейшую по замыслу передачу на Ненада Корстича отправляет. Но не глупцы собрались и в составе казанской команды. И прервали этот пас. На атаку 13 секунд у ЦСК остается. Сакрустич смотрит на кольцо. Решает продолжить комбинацию. Он уже в трехсекундной зоне. Пас на Шведа. Отбились с общими усилиями. Перехватив передачу. Потери, как видите, 7-11. У армейцев их поменьше. Домеркант на Грира. Джавай вышел. Джавай. Впалит, кстати говоря, не он. А упавший Лавринович. Не успел утвердиться на двух ногах. Претензии у него к Кириленко. Какого рода, только непонятный. Может быть, в том упрекает он Андрею, что не помог. Лавринович. Третье пол, пять командных уже. Джавай на линии штрафных. И работа в стиле тиски продолжает Казанский клуб. Да, пропустили они такой мощный апперкот от ЦСКА в начале третьей четверти. И постепенно начинают выбирать эту веревку, подтягиваясь к соперникам. Джавай может свою десятую очко набрать, если попадет. И стать вторым состанавливанием, кому это удалось сделать. Кстати говоря, у Джавай 10 подборов есть. То есть у него дабл-дабл сегодня. Не такое частое явление в европейском баскетболе. Но в данном случае Нейтану Джавай это удалось. 48-41. Ох, как неплохо. Джавай на опережение сыграл. Почти по-футбольному с Нейтаном Крустичем. Яковенко отсекал Воронцевича от счета. Бросок неточный. Моцкоп забирают казанцы. 26-22 по части подборов. Ну и Яковенко уже смотрел на кольцо. На собственные руки не бросил взгляда. Мяч прилетел не совсем точно в ладони. Грир. Здорово на Яковенко. Яковенко. Потрясающая передача на Джавай. Молодцы казанцы. Просто на заглядение. Комбинация в три хода. И каждый мог бросить. Разложили просто. Единственное, в чем могу я упрекнуть еще ЦСКА, в том, что Теодосич остался против Джавай. И здесь у него шансов было мало. Но, тем не менее, пять очков преимущества у ЦСКА только осталось от одиннадцати, которые совсем недавно были. Еще сфалил ведь Теодосич на Джавай. Три очка в одной атаке могут на этом набрать. Может, да не набирает. Одиннадцать подборов уже у Джавай. Воронцевич и шлит в таком составе. И Гордон вышел еще, прочего прочего. И Корстич и Кириленко. Интересно. Воронцевич, понятно, легкий форвард в этой компании. Макарти забирает отскок. И Воронцевич у него мяч отбирает. Здорово, Джамон Гордон. Долетел до самого конца. И то, что могло превратиться в успех Уникса, обернулось неудачей в данной конкретной атаке, в данном конкретном эпизоде. Грир. Ну, что-то уж фантастическое решил изобрести. Почти что закончилось изобретение. Патент не получил. Джавай второй фолл. Пять командных у Уникса. Играть еще две минуты без небольшого, без трех секунд. Гордона не пустил трехсекундную зону Нейтан Джавай. Игаренко не так много набрал. Признаться, почитал я об этом баскетболисте. Он в одном из матчей против Уникса набрал 21 очко, а в другом взял 11 подборов. Так впечатлило руководство казанской команды, что этого парня лучше иметь в своей майке, нежели в чужой на площадке. Ну и действительно, квота российского баскетболиста тем самым. Российского паспорта была заполнена достойным очень игроком. Может получше приглашение в сборную, что же на Олимпиаду или нет. Домеркард. Три очка у него было, пять стало. Кириленко. Кириленко не так заметен, как в полуфинале. Выложился, видимо. Израсходовал себя на значительное количество процентов. В лицевую Кириленко проходит. Маккарти нарушает вот с него правила. Вот в эту самую лицевую он лидера армейской команды не пускал. А прав на то не имел. Кириленко будет штраф на исполнять при счете плюс шесть в пользу ЦСКА. Маккарти на исполнять при счете плюс шесть в пользу ЦСКА. Андрей Кириленко. Небольшая пауза в игре возникла. Кириленко очень внимательно относится к исполнению штрафных. Что приносит результат. Андрей пока, как я уже сказал, скромен. По части набранных очков. Пятик у него. Значится в неитоговом еще онлайн протоколе. Джамон Гордон в борьбе с Лином Гриром. Допустил нарушение правил. И был наказан вторым по счету персональным замечанием. До этого тонкое движение было. Рукой. Где-то в район талии Грира. И руку тоже зацепил кисть баскетболиста Уникса Грир на линии штрафных. Тринадцать очков. Один подбор. Четыре передачи у Грира. Похожая статистика по штрафным. Больше шансов было отличиться у ЦСКА. Воронцевич не стал бросать. Швед. Пошел в трехсекундную зону. И Кириленко забрал отскок. И что? Ну или против него сфалили. В данном случае Яковенко. Или же просто упустил Андрей мяч за пределы поля. Ну вот он его ловит. Нет, нога поехала просто правую. Кириленко скользнул по паркету. Поэтому никакого нарушения правил не было. Осталось меньше минуты до окончания третьей четверти. Играть. Грир. Наконец-то расстался с мячом. Домерканту его передал. Домеркант решил через руку соперника атаковать. Самый атаковать он удачу. Алексей Швед. Субтильный Илюша. Высокий сухощавый. Мощного домерканта не оттеснил от мяча. И даже не помешал ему бросить толком. Плюс четыре у ЦСКА. И последний бросок будет за кем? Да не за кем он не будет. 53-49. Третья четверть позади. Армейцы выигрывают у своих соперников. И эту четверть с минимальным пусть преимуществом. И пока они впереди и в матч. Итак, 53-49 перед четвертым игровым отрезком. Пока будем говорить так. При таком счете все возможно. Ну и смотрим. ЦСКА подтянулся по подборам в этой четверть, которую выиграл почти одинаковые показатели по штрафным, по двухочковым, по средним атакам. Чуть лучше процент у армейцев, но больше набрали таким образом казанцы. И издалека били лучше напротив баскетболиста из столицы Татарстана. Ну а у армейцев на шесть очков набрано дальними бросками больше. Потери здесь вот у казанской команды их на три больше, чем у ЦСКА. Генри Домеркант сейчас получит мяч из рук арбитра. Передаст его Петру Самойленко, который традиционно начинает все четверти у казанской команды. Но Грир подключился к атаке и сделал прекрасную передачу на Гавайи, которая осталась в компании Алексея Шведа. Компании приятные во всех отношениях. Леш, конечно, здесь ему не соперник. В других баскетбольных областях, я думаю, что Нейтана превосходит и в баскетбольном интеллекте, и в броске. Вот, может быть, сейчас попытается бросить. Рискнул. Показать только лишь Крыстичу сделал передачу. Крыстич с помощью Андрея Воронцевича для страховки подправившего мяч в корзину. Ну а счет-то плюс четыре всего лишь навсего, как после третьей четверти. Самойленко. Домеркант лезет на кольцо. Яковенко в трехсекундной зоне. Пробежка. У Яковенко уже четыре персональных замечания. Каждая последующая ошибка станет для него последней в этом матче. Шведу дает отдохнуть с Йонас Козлаускас. Шишкаускас выходит вместе с Джамоном Гордоном, Воронцевичем, Крыстичем и Кириленко. Такой состав сейчас у ШСКА. Самойленко фалит на Шишкаускасе. Тот только поднял голову, чтобы посмотреть, где там кольцо. Самойленко был тут как тут, чуть-чуть ошибся. И Шишкаускас будет бросать штрафные. Самойленко. Очередную атаку начинают. Вот в этом сочетании Грилл в роли поинт-гарда выступает. Домерка. Чуть-чуть по пластике не совсем идеально выполнил бросок. Но и результат соответствующий. По подборам казанская команда только лишь на одну единицу. Впереди ЦСКА. Едва не потерял мяч Крыстич. Кстати, очень неплохо Джава играет при борьбе за получение. Гордон. Воронцевич забирает подбор, а был готов это сделать Кириленко. Не столь прыткими оказались баскетболисты Казанского Уникса. Гордон разводит очередную армейскую атаку. Личную защиту играет Уникс. Гордон в трехсекундную. Передача на входящего Воронцевича. И тот сочин. Плюс восемь. Пятнадцать семь по передаче. Как видите, Джаваи здорово потолкался с Крыстичем и с подошедшим на подмогу Воронцевичем. И заработал, ну, по крайней мере, сначала нашел контакт, заработал фолл на сопернике. Скользнула рука Крыстича по плечу Нейтана Джаваи. Третье персональное замечание у центрового армейского клуба. И на линии штрафных Нейтан Джаваи. Один из двух. Грир фоллит, нарушая правила на Джамонте Гордоне. Это будет потеря, если за пять фолов отправится отдыхать Селин Грир. Личным присутствием вносил перелом в игру второй четверти Лин Грир. Шишканскус получает мяч. Самойленко фоллит против него или Джаваи все-таки. Нейтан Джаваи. Весьма добродушен. И у него четвертый фолл. Командных три в этой четверти. Ну, локоть выставил, конечно, в подмышку куда-то. Рамуна Сашишкаускасу. Не знаю уж, насколько он ему помешал получать мяч. Арбитры приняли именно такое решение. Кириленко. Решается на дальний бросок. Не попадает. Джаваи. Двенадцатый подбор забирает. Грир и никто не опекал. Но Грир от такой неожиданности и не попал. Дог пытался сообразить, как же так. Никого рядом нет. Никто не приклеился, не мешает. Не вытягивает вверх руку. Куда более сложные броски. Лин забивал. Джамон Гордон со средней дистанции. Джаваи. Тринадцатый подбор. Тринадцать плюс тринадцать у него. Позволяет это Уникс удержаться впереди по части подборов. Снова Грир. Армейцы играют с зону. Не очень аккуратная передача. Лавринович Акаун, простите, Джаваи обыграл. Четырнадцатая потеря Уникса против девяти армейских. Джамон Гордон контролирует мяч. От Шишкаусу-коса вряд ли он получит заслон. Воронцевич, того истережет Келли Маккарти. Воронцевич может выбросить издалека Каун на Шишкаусу-коса. И бросок-небросок, скидку-нескидку блокирует. Джаваи. Ай, сумасшедший бросок. Сумасшедший просто. И очень нужный бросок Рамону со Шишкаусу-коса, который делает преимущество армейцев. В двузначном 62-52. Опять 47 играть в четвертой четверти. Казанцам нужно приложить сверхъестественные усилия для того, чтобы удержаться в игре. Воронцевич фалит на Джаваи. Под дальнюю руку шла передача. Ну и корпус стоял Джаваи. Все это рукой своей не мог объять Воронцевич. И в итоге вынужден был нарушать правила. Гордон, Теодорыч отдыхает, швед отдыхает, но ЦСКА в боевице нисколько не потерял. Кириленко. Чуть-чуть ему не повезло. Прокатился мяч подушки и свалился с внешней стороны. Плюс 10 по-прежнему. Маккарти у Никса на площадке. Домеркант. Красиво считать. И плюс тому еще и фулк. Держится за заднюю поверхность бедра. Генри Домеркант. Травму, возможно, получил. Конечно, без него будет трудно у Никсу. Но для казанской команды, в общем-то, этот турнир уже сложился удачно. Кстати говоря, в Литве вообще здорово у Никс играет. И здесь несколько лет назад он также привез второе место и приз за... Серебряный приз за единую лигу ВТБ. Было такое. Плюс 8. Кириленко. Странный бросок придумал, но сам же, собственно, ошибку исправил. Здорово. Здесь ничего уже нельзя было поделать. Шишкарска с передачей на Керстича. На том, по коже, фалили еще, кроме всего прочего. Там и Маккарти, и кто-то со спины еще налетал. И еще один бросок у Нэна до Керстича. 64-54. Половина четверти еще впереди. И у казанской команды остаются хоть какие-то шансы. Но вообще в четвертом игровом отрезке, конечно, армейцы будут гораздо более внушительно. Веремеенко. В своем стиле. Без отклонения, но так отпрыгнул от кольца, тем самым затрудняя борьбу с самим собой армейцем. Вот таких бросков, конечно, от Володи Веремеенко униксу катастрофически не хватает. Его вклад мог бы быть и побольше. Самойленко бьется с Шишкалскасом. Гордон на Кериленко. Тот издалека. Забил три. 68-56 плюс 12. Преимущество ЦСКА только увеличивается. Не очень удачная передача на Веремеенко в трехсекундную зону от Самойленко. Не вложил он мяч в руки форварду уникса. В борьбе за получение фолит Владимир Веремеенко. С Нэндоном Крстичем бился он. Крстич отправляется на линию штрафа. 3.47 еще играть. Командных пять фолов уже у казанской команды. Зацепил за майку, когда почувствовал движение от Крстича машинально на пустое место. Потрогал рукой. Дескать, где же тот, кого я должен опекать? И Саврасенко, судя по всему, появится. Не знаешь, насколько это хорошая замена. Кому только, вот, непонятно. Алеша уже вышел. Вышел он, вместо как раз Веремеенко. Домеркант, Саврасенко. Лайдей, кстати говоря. Два из двух Крстич забил. Что весьма кстати, плюс 14. Проваливает четверть, к сожалению, казанская команда. У армейцев преимущество. Ну, такое ощущение, что ЦСКА добавил, чуть-чуть подкрутил вот этот самый Верньер. Добавил в мощи, добавил в силе, добавил в обороне, в атаке, соответственно. И тут же начал отрываться. Что до этого он использовал свои возможности не на все 100%. В данный бросок Шишкалскаса Кириленко забирает подбор. И, по-моему, Домеркант, касаясь его рук, нарушает правила. Хотя, хотя показывает нам Тайрелла Лайдей. Здесь ли были нарушены правила? Может быть, может быть, залупить придержал Кириленко Лайдей. А у Тайрелла первый фолк всего лишь нацию. Там на четырех фолах висят Грир, Яковенко, Джава и Домеркант. То есть почти все лидеры команды. У ЦСКА четыре набрал только Лешкал. По три у Лавриновича и Крсти, Чайник Гордона, кстати, по-моему. Пашукинский тайм-аут. Как последняя надежда, может быть, та соломенка, которая поможет выплыть команде. Или та веточка, которая тонущему в трясине протягивается случайным добротпрохозным. В данном случае не случайный и непрохозный. А непосредственно задействованный во всех ключевых решениях команды Евгений Пашукин. ЦСКА уже соперник подходит по подборам. И как раз вот этого и не хватает. Четы в четвертой четверти проиграла команда из столицы Татарстана. Отсюда и вот такая разница в счете, которая образовалась сейчас. Почти сейчас на наших глазах за эти несколько игровых минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кириленко восемь очков успел уже набрать при восьми подборах. То есть показатели Градсмейстерские по-прежнему за ним. Девятое вот сейчас он приписывает себе самому в протоколе. И ЦСКА впереди. Грир. Некому сделать передачу. Домерканта находит в трехсекундной зоне. Домеркант с Андреем Кириленко вновь в тесной связке. Кириленко до последнего сопровождал Генри. Он же выбил у него мяч. И на атаку осталось у казанской команды всего лишь навсего 7 секунд. У казанской уже хорошее настроение. Ну а что же горевать-то. Домеркант. Лайдей. Хорош в проходе. Забирает отскок. Келли Маккарти на чужом щите. И ошибается. Тайра Лайдей. 16-я потеря уникса. Да еще и по подборам проигрывает своим соперникам. Бело-зеленые или зелено-белые. Хорстич в трехсекундной зоне против Саврасенко. Забивает. Топтался, топтался. Очень мощно. Все-таки нашел ту высоту, с которой удобно было ему отправить мяч по дуге в корзину. Ну, Саврасенко заслон ставит, чем исправно занимается. Ну и прекрасная передача. Пик-н-дрол почти классический поставил заслон. Сам провалился в трехсекундную зону. Там свободный абсолютно получил мяч. Но счет-то, счет-то 12 очков в пользу ЦСКА. И надо что-то решать в меньше двух минут. Осталось играть. Похоже, что и решать-то уже нечего. Все уже решено. Кириленко против Домерканта. И блокирует его бросок Келли Маккарти. Но может быть последний шанс. Айрел Лайдей. Фалит Шишкаускас. Поскольку обыграл его Лайдей. Третье замечание у Рамуноса всего лишь навсего. Естественно, хватит ему вот этого воздуха до конца матча. И под левую руку убрал. Себе удобно мяч пристроил Тайра Лайдей. Домеркан. Решается на почти что авантюру. Не забивает. Но у него такие бомбочки иногда проваливаются. Когда все хорошо. Когда летит. Когда удача на его стороне. Как было в полуфинале. Но в данном случае... С удачей проблема. Когда соперник посерьезнее. Гордон. Воронцевич забирает подбор. У него мяч из рук выбивают. И снова Лайдей. Надо издалека атаковать все-таки Тайрал. Иначе шансов-то нет никаких. Гордон фалит. Но я думаю, что это лучшее сейчас для ЦСКА развитие событий. Четвертое фолу Джамонта. Рассчитывал, конечно, и забить. И заставить сфалить соперника Тайра Лайдей. Ну, а теперь два броска в него в распоряжении. В лучшем случае один из двух. Как и в первой сессии. У него их две всего-то и было. Воронцевич Кириленко просит мяч. Можно было бы и бросить. Все спокойно уже. Все в этой игре понятно. На все вопросы отвечено. И, пожалуй, Уникс ответил на эти вопросы самостоятельно. Был момент, когда позволили себе надеяться на что-то иное, кроме вот такого поражения. Казанские баскетболисты осталось играть полминуты. Никто, собственно, уже ничего не предпринимает. Обычно это происходит секунд за пять. Но в данном случае за полминуты 10 секунд на атаку осталось. Еще у Уникса будет возможность сбросить по кольцу ЦСКА. Саврасенко свалил. Джамон Гордон на линии штрафных. 73-62, плюс 11. И ЦСКА завоевывает трофей, который в прошлом сезоне достался Бургмазку. Бургмазку, по-другому клубу «Химки». Но на этот раз в четверг финале «Химчане» уступили. Лиатова Сритас. Так что некоторым образом это камбэк. Мало того, еще ЦСКА сохраняет мяч за собой. После удачной игры Андрея Воронцевича, Антон Конкрашов. Тот парень с полотенцем на голове, к сожалению, так и не появился на паркете. Вот сейчас, конечно, мог бы выпустить ее, насказал. Бургмазка с Конкрашова, Закалова и Воронова. Ну, а здесь все. Отмениваются в соперодателе тренеры. ЦСКА побеждает своих соперников из Казанского уникса. Со счетом 74-62. Получает главный приз победителя Единой лиги БТБ. Тот парнира, который постепенно, и этот сезон доказал это еще раз, становится главным глупым соревнованием на просторах бывшего Советского Союза. И не только, потому что есть ли и команды из других стран. Но в основном, так сказать, чемпионат расширенный Советского Союза. Здесь как нельзя хорошо выручены. И эстонские клубы, и литовские, и латвийские, и белорусские, и украинские, и российские, разумеется. То есть вся Россия. Ну, я не думаю, что расстроена такой сильный баскетболиста уникса. И в этом вот как раз, наверное, загвоздка сегодняшнего матча и состояла. Армейские кепочки. Команда завоевывает очередной трофей. Возвращая себе чуть-чуть утраченные позиции. Впрочем, как? Отступил, может быть, ЦСКА на полшага в прошлом сезоне. В этом году абсолютно в своей силе. И Дарьев Лавринович, и другие армейские парни под руководством Юнуса Козлановского. Со мной так здесь и было найдено самое удачное сочетание и тренера, и игроков. И обещает это нам еще не окончание сезона, потому что еще финал четырех баскетбольной Евролиги впереди. В котором ЦСКА хочется верить, примет самое деятельное участие. То есть не ограничиться одной победой. Ну, или хотя бы одной, по крайней мере. Вот они, медали, которые полагаются победителям и призерам этого турнира. Напомню, что Лиетулас Ритас выиграл бронзу. Но мы еще раз на уряд сезона увидим. Увидим и те, кто в индивидуальных категориях завоевывал призы. Я думаю, что и участники этого матча, вне всякого сомнения, будут в их числе. Равно, как и те, кто остался пока за кадром и выступал сегодня в матче за третье место, в котором Лиетулас Ритас, локомотив Кубани, все-таки сумел обыграть на своем паркете. Ну, вот так можно и подурачиться. Почему нет? Все армейцы, которые приехали сюда в Вене, заслужили свою порцию наград, комплиментов. Там, может быть, и критики со стороны Йонаса Козлауски, с которым продолжает работать с командой. Жамонку Гордону что-то такое объясняя уже по окончании матча, ну, по горячим следам. Хотя, конечно же, будут еще разборы, будет еще просмотр в эпизодах этой встречи с конкретным указанием каждому, где кто и каким образом был неправок. Вот парни из Лиетулас Ритас. Йонас Волончуна, 17 номер, пожалуй. Второй, пожалуй, один из самых ярких молодых игроков на постсоветском пространстве. И церемония награждения, насколько я понимаю, уже потихоньку начинается. Под сводами Сименс-арены, повторюсь еще раз, одно из самых больших и самых вместительных. Мало того, самых баскетбольно приспособленных непосредственно под этот вид спорта, заточенных арен, в единой лиге ВТБ, да может и во всей Европе, кстати говоря. Объявляют о начале церемонии. Сименс-арена стоит, ну, чей-то отпрыск. А, так понятно, чей. Это дитё Виктора Хряпы, который в финальном турнире участия не принимал. Родерик Блэкни сейчас получит индивидуальную награду. Хотелось только узнать, как он. Ну, будем внимательно слушать информатора. Блэкни появился, откуда-то. Из недр под трибунных помещений. Казались Юликс, команда Сгинец, Генри Домерка. Казались Юликс, команда Генри Домерка. 30 очков в полуфинале дали о себе знать. Ну, наверное, лучшие игроки команды такое предложение сделают. Правда, на сей раз был не так. Хорош, 9 очков, 3 подбора. Кириленко его чуть-чуть опередил. 9,8. Кириленко становится лучшим игроком в своей команде. В финале четырех. Москва с ЦСКА пулес Дарью Слабринович. Вот, вот, ЦСКА! Ну, и Дарью Слабриновичу эту компанию отправляется в центровой ЦСКА. Кириленко, 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 Кириленко. Кириленко, Кириленко. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну и разумеется Генри Домеркант! И Алексей Собрасенко! И Владимир Веременко! Ну и конечно же Евгений Пашутин! От Сергея Иванова получил он Рукопожатие! Может быть пару напутственных слов! Один из наших лучших! И что приятно молодых тренеров! Никакого разочарования! Что впрочем и не удивляет! И свои медали получают и арбитры! Кстати говоря! Захар Пашутин! К сожалению в финале мы его так и не увидели! Но тем не менее заслуги его перед российским баскетболом заслуживают того, чтобы быть отмеченным! Баскетболисты ВТБ Соличного ЦСКА! Аплодисменты А те кто пришел посмотреть баскетбол Стоя встречают армейцев! Андрей Ватутин Йонас Козлаускас Ну и разумеется! Александр Каун! Алексей Швет! Андрей Воронцевич! Дмитрий Соколов! Дарюш Лавринович! Андрей Кириленко! Евгений Воронов! Антон Подкрашов! Рамуна Шишкалскас! Милаш Левдосич! Сейчас получит во владение роскошный вот этот кубок! И вручать будет, насколько я понимаю, Шарунас Марчуленес Один из тех, кто будет вручать олимпийский чемпион 88-го года! Тогда в Сеуле прекрасная команда Гомельского! А вот он и Шарунас! Выиграла этот титул! И сколько там было имен! Огромное вам спасибо за очередной финал четырех Лиги ВТВ! Мы уже не в первый раз проводим такие финалы в Литве! Два года назад я был в Каунасе! Сейчас в Вильесе! Мы, россияне, по-хорошему вам завидуем! Потому что правильно говорят, что настоящая религия в Литве это баскетбол! Мне кажется, что такой турнир, молодой который, конечно, имеет хорошие перспективы он интересен он по крайней мере интереснее, чем отдельные национальные чемпионаты где еще можно было бы представить А как бы вы играли с ЦСКА или с Униксом? Если бы не было Лиги ВТВ, не играли бы? Ну, как хотите! Спасибо! И еще! Мне очень приятно, что самый весомый вклад в сегодняшнюю победу ЦСКА да, прости от меня, остальные заложили Шишко, Лаврик и Йонас это его первый титул в составе ЦСКА я его поздравляю до встречи на следующих финалах и вообще на матчах единой лиги спасибо Ну, вот так бывает Литовская публика чтит, собственно, чемпионаты правильно делает но зато аплодируют Йонасу Козлаускасу, Рамуносу Шишкаускасу и Дариушу Лавриновичу литовским парням в составе армейской команды Я думаю, что вот это ну как хотите а хотят ведь, разумеется, хотят литовцы чтобы Литова с Ритас и Жальгери сыграли с ЦСКА, с Униксом с Химками да и не только с ними, с Проховом с Азов Машем с Будивельником и с другими командами которые входят в единую лигу ВТБ которая, разумеется, продолжит свое существование с каждым годом, будем надеяться, что оно станет все более и более интересным и звездным это существование и этот прекрасный турнир который завершился в Вильнюсе в столице Литвы ну вот, собственно, и все о чем мы хотели вам рассказать я благодарю коллег за прекрасную работу вас за неустанное внимание Анастасия Соколова редактор трансляции Алексей Осин ваш комментатор удачи вам и счастливо Анастасия 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 Продолжение следует... Продолжение следует...